Добрый вечер, добрый понедельничный вечер. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти после работы, после учебы сегодня и послушать, я надеюсь, интересную для себя лекцию. Итак, сегодняшняя тема посвящена нам к питанию. Как правильно питаться в библину? Если вы мне попросили ответить коротко на этот вопрос, я бы сказал забалансированного. И на этом, наверное, наша лекция закончилась. Но это было бы нечестно по отношению к тем, кто на словах, поэтому я постараюсь сделать эту лекцию более содержательной. Итак, несколько слов о себе. Зовут меня Илья Вадим, я основатель магазина «Спортферма». Уже в осознанном возрасте стал гуляться марафоном, сделал РМН несколько раз, участвовал в многогневках. Но сейчас мое увлечение связано с походами с горнотуризмом и с альпинизмом. Не скажу, что пока что там гениальное, что-то очень яркое, но тем не менее делаю первые шаги и мне это очень нравится. Вот. Итак, сегодня мы поговорим о том, что же из себя представляет спортивное питание, чем оно отличается от падов, что является источником энергии, на что обращать внимание, выбирая тот или иной продукт спортивный. Так, какие добавки необходимы спортсменам. Все. Из этого мы сегодня постараемся затронуть, ну, как минимум, только в простой форме. Итак, спортивное питание в БАТОМ. Здесь вы видите те определения, которые, о них множество в интернете, которые можно найти без каких бы то ни было проблем. Но я постараюсь простыми словами, понятными сформулировать. Спортивное питание представляет собой продукты, основным источником которых являются белки, жилые рыбы и углеводы, содержащие калории. При этом эти продукты с легкостью могут заменить в определенных условиях полноценное питание человека. Понятно, да? БАДы. С БАДами интереснее ситуация. БАДы – это такие же продукты, только активные вещества которых составляют не менее 15% от рекомендуемой адекватной дозы потребления, то есть в сутки. Так? К ним чаще всего относят витамины, минералы, аминокислоты. То есть это вот такие добавки в небольшом количестве, которые могут поправить, так скажем, пищевой фон человека. Про макронутриенты. Белки, жиры и углеводы. Ну, мы часто слышим про то, что есть такой состав в продуктах, да? И какую роль они играют в жизни спортсмена, это самое непосредственное. Если обычному человеку вот белки нужны в количестве на 8 грамм на килограмм веса, то спортсмену от 1,2 до 1,7 килограмм. И спрашивается, а какую информацию, какую пищу и размышления дает нам эта информация? Ну, давайте примером представим. Что из себя представляет 1,7 грамма на килограмм веса при весе 75? Это 125 или 27 грамм белка в чистом виде. В чистом виде. Это эквивалентно полкилограмма куриной грудки, которую нужно съедать. Этот объем нужно перевалить за 5-6 подходов к пище. Почему? Потому что, я думаю, доза для усвоения белка полноценного примерно 20 грамм. То есть, нормальному человеку заставить съесть вот такое количество живого мяса крайне сложно. Поэтому на помощь приходит то самое спортивное питание. То есть, мы с легкостью можем заменить один из приемов пищи вкусами и приятными для усвоения или батончиками, белковым коктейлем. Понимаете, да? К примеру, берем, если говорить о гулеводах, то гулеводы для обычного человека представляют собой потребление на уровне 50% от общих калорий. У спортсмена это иная абсолютно компонога. Жиры. В спортсмена, если с жирами для обычного человека нет никаких проблем, любой абсолютно продукт, сладкий, в особенности сладкое, да, это всегда какой-то из вид жиров. Для спортсмена жиры это источник, так скажем, элемент, который помогает восстановлению. Спортсмен не станет есть обычные жиры, которые мы используем в той же самой готовке. Спортсмен будет кушать омегу-3, омегу-6, в коем источником является красная рыба, сардины, там где же самое, или оливковое масло. То есть, бегун и вообще спортсмен, и человек, для которого нутрициология не пустой звук, он смотрит на продукты питания под призмой источника того необходимого состава, который помогает ему находиться в форме. Что говорить про микронутриенты? К ним относятся витамины, минералы и фитонутриенты. Если с витаминами и минералами нам более-менее понятно, то есть мы представляем, что это такое, да, витамины и минералы, то фитонутриенты это элементы, которые передают вкус, запах, цвет еде. Ну, такой вот яркий самый пример, это кункума. Знаем, да, такой желтый продукт, это такой желтый порошок, который имеет и аромат, ой, он имеет цвет, характерный запах такой у него, да. Все это вот, о чем идет речь, о техственном микронутриентах. Основные добавки для спортсмена. Про добавки, как я и говорил ранее, к ним относятся витамины, микроэлементы, аминокислоты. Их огромное действительно количество. Прежде чем говорить о том, какое количество, в каком составе необходимо спортсменам, нужно вообще понимать, что ему нужно. Для этого на помощь нам приходит, вернее, скажем так, нужно сделать самое главное. Прежде всего, нужно понимать, что, на каком сейчас, в каком сейчас состоянии находится спортсмен. Это можно сделать посредством сдачи банальных анализов крови в любой абсолютно лаборатории рядом с домом. Сдаем анализ крови на состав по микроэлементам и нам предоставляет анализ, который мы видим, в чем мы нуждаемся. Здесь отражены те добавки, которые наиболее часто встречаются в числе добавок, в которых есть дефицит. Прежде всего, спортсмена – это магний. По моему даже сугубо мнению могу сказать, что магний – это тот элемент, который помогает мышцам расслабляться. В процессе подготовки, длительного бега, который представляет собой час и более за тренировку, мышцы набирают усталость и с каждым шагом, с каждым километром они становятся менее эластичными, менее расслабленными. Магний – тот самый элемент, который помогает им расслабиться. Натрий – это вообще базовый электролит, который необходим и защищает организм от судорог. В судороге достаточно частая такая история, особенно когда мы видим полумарафон, марафон – это вообще классика. Мы всегда видим людей, идущих после 15-го, 20-го, можно не говоря, а после 30-го километра. То есть, прежде всего, это как раз-таки про эту историю – дефицит натрия, избыток воды и недостаток магния. Витамин Д, на него крайне редко обращают внимание бегуны и вообще спортсмены, несмотря на то, что мы, в общем-то, живем в крайне солнце-дефицитном регионе. То есть, у нас очень мало солнца, прямых солнечных лучей. Более того, те лучи, которые у нас есть, они падают не под тем углом на нас и не так много усваивается, не так много витамина Д мы получаем. Поэтому, в нашем случае, живя в России, потребление витамина Д является крайне необходимым, особенно в тех случаях, когда мы занимаемся спортом. На уровне 1-2 тысяч единиц. Есть случаи, когда принимают и большее количество, но это уже прям явно выраженный дефицит и большая явно людей. Есть и большее количество, когда необходимо. А еще раз повторюсь, прежде всего, нужно сдавать анализы и смотреть, что происходит по факту. Ну, про омегу-3, как я уже сказал ранее, источником омеги является, в общем-то, рыбное масло. Это рыбное масло. Либо 2-3 раза в неделю нужно кушать красную рыбу, либо сардины, и будет нам счастье, и не будет у нас такой брежи. Витамин С на самом деле очень интересная вещь. Я вот обратил внимание, в аптеке зачастую продающе витамин С в количестве 1 грамм на одну дозу. Так вот, существует, оказывается, масса исследований, которые говорят про то, что витамин С действительно необходим, активно занимающийся спортом. Мы будем в количестве 1 грамма. Но, с оговоркой, эту порцию нужно разбивать всегда на 2. То есть, наша плазма человека не усваивает более 500 миллиграмм за один, так скажем, присест. Его разбивают на 2 приема. Тогда мы можем говорить про то, что то количество, которое нам необходимо, будет усвоено в полном объеме. Это тоже такой интересный момент. Я записал сюда мультивитамины. Это такой обширный, объемный и объединенный такой продукт. Если мы не располагаем данными о состоянии нашей крови, состоянии нашего организма на предмет наличия либо дефицита микроэлементов, то вполне будет адекватным, если мы воспользуемся спортивными добавками. Еще раз говорю, спортивными добавками, я имею ввиду в данном случае мультивитаминами. Но, повторюсь, что есть отличия между теми, кто занимается цитрическими видами спорта, бегом, филоспортом и так далее, какими-то видами спорта на выносность, и теми, кто занимается силовыми видами спорта. Потребление и расход абсолютно разные. Абсолютно разные, несмотря на то, что он имеет одну структуру. Но, поскольку мы собрались с вами и говорим здесь про бег, для бегуна, наверное, наиважнейшим элементом и является, на мой взгляд, из нутриентов, наверное, является больше всего углеводы. Больше всего углеводы. Я никогда не слышал, что люди считали, какое количество углеводов потребляется в течение дня, какое количество углеводов нужно взять с собой на гонку. И, к сожалению, это не очень здорово. Идущие люди на середине дистанции, в том числе, помимо дефицита магния и натрия, зачастую это еще испытывает дефицит углеводов. И для бегуна крайне важно понимать, что для него является источником таковых. Если брать на примере спортивного питания, то все классные продукты для спортсменов, которые являются источниками энергии, те же самые гели, круто, когда они имеют в своем составе некий микс углеводов. Почему? Потому что углеводы сами по себе имеют разный гликемический индекс. Что такое гликемический индекс? Гликемический индекс это показатель, с какой скоростью усваивается, вернее так, насколько быстро увеличивается уровень сахара в крови. То есть скорость усвоения того самого углевода. Берем пример простой. Вот я вам привожу простой пример, следующий. Можно ли топить печку дровами? Можно. Логично, да? А можно ли топить печку туалетной бумагой? Можно. Вопрос. А что лучше топить дровами либо туалетной бумагой? Вопрос как бы с подковыркой. Разве же мы ее можем туалетной бумагой и сделаем это с легкостью. А вот чтобы она горела долго и грила нас, нам крайне необходимы дрова. То же самое с углеводами. Должны быть углеводы, которые усваиваются быстро, и должны быть углеводы в составе, которые усваиваются медленнее. Разный гликемический индекс углеводов, которые мы принимаем, они в моменте, в моменте принимаем, они усваиваясь разной скоростью, позволяют нам за один промежуток времени употребить большее количество углеводов. Понимаете? То есть быстро туалетная бумага сгорает, дрова медленнее, медленнее усваивается. Период насыщения происходит медленнее, мы всегда чувствуем прилив сил. И за одно и то же время, используя разные углеводы, мы усвоим больше энергии. Понимаете? То есть это ключевая особенность именно классных продуктов. Чаще, вернее не чаще, иногда мы видим то, что, допустим, в энергетических гелях есть один вид углевода. Плохо это или хорошо? Нет, это не плохо. Вопрос просто о том, что такой вид геля, он быстро усвоивается. И нам достаточно через короткое время потребуется прием еще одного такого же. Понимаете? Как здесь на слайде я указал, что источником углеводов для спортивных продуктов, да, является малтодекстрин, производная от кукурузы, это крахмала, скажем так, да, фруктоза, глюкоза, это виды сахара. У них разный кальтемический индекс в абсолюте, это считается малтодекстрин, это единица. А фруктоза, это имеет коэффициент 0,6. Она усваивается медленнее. Поэтому, еще раз повторюсь, в хороших продуктах они состоят из двух видов углеводов. С быстрым, тем более, единица, и 0,6 с медленным. Это тот продукт, который будет работать там дольше. На примере энергетических гелей, я хотел бы сказать, вернее так, для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно понимать, уметь читать упаковку, ну, не упаковку, а этикетку, извините. На примере энергетических гелей, давайте просто посмотрим, что нам дает эта информация. Ну, к примеру, вот на примере условного геля. Значит, что мы здесь видим? Калории. Здесь нет вопросов. Углеводы. И такая приписка, в том числе и сахара 6 грамм. Как вы думаете, что это означает вообще для нас? Как это читать? Значит, читать, на самом деле, достаточно просто. Возвращаемся к предыдущему вопросу. Про два вида углеводов. То есть, есть углеводы быстрые и медленные. Медленные углеводы, это вот, как я и говорил, про фруктозу. То есть, из всего объема углеводов, которые здесь есть, 6 грамм из 21, представляют собой именно медленные углеводы. То есть, это говорит о том, что и продукт этот будет работать как источник энергии гораздо дольше. Так? Это первое. Второе. Наличие аминокислот в составе углеводов, в составе энергетического геля означает, что данный гель защищает мышцы спортсмена от повреждений. Мы все знаем, что во время физических нагрузок, от вот этих сокращений, в том числе от ударных нагрузок во время бега, мышцы подвержены воздействию, ну, воздействию повреждаются. Так вот, чтобы защитить мышцы, отодвинуть тот самый разрушающий эффект, в состав энергетических гелей входит тот самый ВЦА. Необходимый электролит натрий, если присутствует в энергетических гелях, он тоже является показателем того, что люди, придумывавшие продукт, они задумаются над тем, чтобы этот гель отрабатывал по максимуму. То есть, если возвращаться к теме нашей встречи, как правильно питаться бегуну, нужно уметь читать информацию, прежде всего, с этикетки. Это безусловно. Обращайте на это внимание, я думаю, что многие вопросы отпадут сами собой. Пару слов о трендах, скажем так, спортивной нутрициологии. Я бы, наверное, затронул сегодня два продукта. Это нитраты на основе свекольного сока и пробиотики. Ну, польза свеклы, польза свеклы, она известна из поконых веков. То есть, и лечится и малогровие, и иммунная система, и пищеварительная система. Много-много-много-много столетий. Так, современные тренды в спортивной нутрициологии говорят о том, что нужно обращать внимание на те продукты, которые являются максимально натуральными, имеют меньшее воздействие, ну, так скажем, имеют меньше побочных эффектов. Так вот, свекла относится к одному из таких продуктов. Ученые давно, на самом деле, заметили, что потребление свекольного сока, вообще в целом, очень плодотворно влияет на результаты спортсменов. Стали изучать этот вопрос. И примерно в 18-м году Международный Олимпийский комитет выпустил, в числе прочих, небольшую такую статью, посвященную именно свекольному соку и нитратам на его основе, в котором говорится о том, что, действительно, применение нитратов на основе свекольного сока является, приводит к определенным результатам, а именно, происходит расширение сосудов, расслабление сосудов кровеносной системы, тем самым расширяется кровоток, кровь легче транспортируется по организму и скорость транспортировки кислорода увеличивается. Это первый и второй эффект. Это спортсмены, принимающие нитраты на основе свекольного сока, гораздо больше и длительнее могут переваривать нагрузки на максимальном своем пороге. То есть, уходить в такую некомфортную зону и находиться в ней гораздо дольше. Когда это необходимо? Тогда, конечно, когда организм уже изрядно устал. Когда нужно терпеть, и на помощь как раз таки приходит нитрат. Натуральный абсолютно продукт. Вопрос, почему тогда просто не взять и не выжимать сок? В принципе, можно, давайте я вот предельно честнее скажу, можно выжимать сок. Но есть несколько моментов, нюансов. То есть, первое, приобретая нитраты, ну так скажем, уже в готовом виде, мы получаем абсолютно исчисляемое и подобранное количество вот этого самого ингредиента, ну элемента в виде нитрата в одном флаконе, так скажем, да, чего невозможно добиться, купив просто свеклу, надавив ее, отжав ее, сколько ее там, сколько того самого продукта, ради которого мы, значит, затеяли всю эту готовку, неизвестно. Неизвестно. Вот. Плюс, ну вот стандартно считается, вернее так, наибольший эффект по применению нитратов, это продукты, содержащие не менее 400 миллиграмм на порцию. Поэтому для того, чтобы достичь такого количества, нужно примерно переработать около 300-500 грамм свеклы. То есть, понимаем, да, нам нужно полкилограмма свеклы выдавить, выжать, выпить. В какой эффект, в каком количестве мы получим нужного нам ингредиента, очень большой вопрос. Поэтому, безусловно, возвращаясь к теме спортивного питания добла, мы вынуждены использовать, чтобы упростить, ну, уже готовые продукты, чтобы упростить себе жизнь. Взял, купил, ты понимаешь, что ты взял, ты понимаешь, что ты купил, ты понимаешь, как это будет работать. Понимаете, да? Относительно недавно стали появляться продукты, которые называются пробиотиками. В принципе, мы по телевизору слышим про напиток, который улучшает иммунную систему. Безусловно, спортсмен, его иммунная система всегда находится в стрессе. Постоянно находится в стрессе. Ее нужно поддерживать и нужно помогать. Ну, по спортсменам я понимаю людей, которые регулярно занимаются спортом, ну, не реже 3-4 раз в неделю. Вот. Для того, чтобы поддержать иммунную систему спортсмена, опять же, ищут решения, которые, в общем-то, лежат на поверхности и стараются использовать внутренние резервы организма. Поэтому ученые умы нашли в качестве источника такового ресурса именно пробиотики. Пробиотики, но не в тех количествах, которые там содержатся в кефире, без всяких, без обид, да? А в тех количествах, которые необходимы именно спортсменам, которые, ну, в общем-то, имеют гораздо существенные более нагрузки, нежели чем обычный житель мегаполиса. Вот. Поэтому пробиотик тоже относится к тем самым инновационным продуктам, которые, ну, так, скажем так, в последнее время все больше и больше заслуживают популярности. На этом я бы закончил основную часть своего выступления. И если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Замечательно. Хорошо, когда нет вопросов, значит, ну, как минимум, кое-что отложилось. Ну, на самом деле, если, ребята, вопросы есть, я могу ответить без проблем. Даже если они не относятся непосредственно к той тематике, которую я вот сегодня пытался затронуть, я могу помочь, если интересно. Спасибо за лекцию. У меня вопрос. Мне все-таки кажется, что бегун, особенно на длительной дистанции, то есть марафон, ультрамарафон, он, в любом случае, силовых, как бы нагрузки, ему стоит заниматься. И вот вопрос, вы сказали, что есть все-таки разница между бегуном, условного питания, и тем, кто занимается силовыми. А вот если, условно говоря, человек занимается тем и другим, как это можно совместить, ну, именно в рамках преодоления ультрамарафонской дистанции? Ну, такой интересный вопрос. Ну, ультрадистанция – это вообще такая особенная дисциплина. Давайте с этого начнем. Без силовой подготовки действительно там крайне сложно ее преодолеть, не говоря уже о каких-то результатах. Я знаю массу спортсменов, в том числе российских, те, которые были здесь, в Виктории, да, кое-какой вводит мировую элиту, которые тратят большое время, да, приличный объем своего тренировочного времени, тратят именно на силовую подготовку. Опять же, необходимо, скажем так, в данном случае силовая тренировка носит, как бы это сказать, значит, ее основная задача усилить, ну, так скажем, укрепить мышцы, не нарастить их, принципиальное отличие, не нарастить мышцы, а усилить именно мышечный скелет, мышечный каркас. Это, ну, как бы базовое значение абсолютно, потому что, имея большие мышцы, что значит, для ультраварафонца иметь огромные мышцы. То есть эти мышцы нужно кормить, мышцам нужен кислород, мышцам нужен кислород, мышцам нужна энергия, да, количество углеводов, количество белка, количество жиров, прочего, 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 в том числе рассчитывается, исходя из веса атлетов. То есть если мы возьмем, ну, там, среднестатистический вес, там, 75 килограмм, я условно, да, там говорю, да, спортсмена-мужчины, который занимается спортом на выносливость, то же самое, это бегают ультрамарафоны, простая формула, и научно доказанные, научно доказанные количественные показатели говорят о том, что вы умножаете вес на 1,2-1,7 грамма килограмм, получаете объем белка, который вам необходим. Этого белка будет достаточно, чтобы вы восполняли и, так скажем, восстанавливали свои мышцы, но если вы скажете, что нет, я слишком удача, да, ну, там, условно, да, там, говорю, то есть я хочу там набрать вес, набрать мышечную массу, правильно сказать, да, то количество белка нужно увеличить, в том числе, там, до 2 и более грамма килограмм веса. Ну, опять же, мы возвращаемся к нашей задаче, наша задача быть быстрым ультрамарафонцем, быстрым ультрамарафонцем, подготовленным сильными ногами и с крепким мышечным каркасом. Поэтому мы находимся, вот мы работаем с вами, если говорить про тот же самый протеин, мы работаем в количестве 1,2-1,7 грамма на килограмм веса. Вот, ответил на вопрос, либо я немножко в сторону как бы ушел, да, все, 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 супер, отлично. Да, потому что, вот я говорю, я был, я не был на самой лекции, но я ее смотрел, ну, я знаю, там, Дмитрия Митяева, он очень много времени тратит на физическую подготовку, прямо работает с весами, но задача у него не раскачать, не сделать ноги большими, его задача сделать их сильными ноги. А сильные ноги тренированные, тренированные, небольшие, это значит, они должны получать столько, сколько нужно. Будем брать больше, они начнут распирать, ну, они становятся большими, мы станем тяжелыми, нам нужно мышцы кормить, ну, и опять поехали, да, по стальному самому. Я просто хотел спросить более такие, как бы, прикладные вещи, да, то есть я, например, бегаю достаточно по нынешним меркам в марафон небольших дистанций, то есть, например, 15 километров, да. Я бы вот для себя хотел понять, с какой дистанции стоит, например, задуматься уже о том, чтобы, ну, там, на соревнованиях начать употреблять энергетический гель или это еще рано, да. Вот такие вот, ну, не только, как бы, в качестве энергии, да, а, там, изотоник, нужно его пить, не нужно, да, то есть вот у меня, например, он есть, я его пью, потому что он вкусный и вроде как энергии продает, и не просто воду пьешь. А вот есть такая грань, когда уже стоит уже что-то больше применять, чтобы, как бы, травм не было и организму это было не в напряг, а просто нормальный тренировочный процесс. Смотрите, если, спасибо за вопрос, спасибо за вопрос, на самом деле это, ну, этот вопрос очень часто мы встречаем, да, к вам обращаются ребята и говорят, вот, когда нужно. На самом деле все предельно просто. Сам через это прошел, правда, вот, через, собрал все болячки, да, и в том числе все травмы, пока не стал изучать там литературу. Итак, значит, если мы тренируемся, условно, три раза в неделю, пример, вот, сколько раз вы тренируетесь, я говорю, три раза в неделю, да, безусловно, то есть вам говорить, советовать вам, знаете, вы должны, значит, внимательно смотреть и добирать необходимое количество протеина, кушайте гели, значит, пейте восстановительные напитки, но я буду вам откровенно говорить неправду, да, то есть я бы сказал, что на то количество времени, которое вы тратите, будет вполне достаточно, если мы не говорим про соревновательные, да, вот именно тогда, когда вы там побежите по марафону, вот, но я бы сказал, что вам вполне достаточно восполнять водно-солевой баланс, то есть бегая час времени в день, то есть час с небольшим, вполне будет достаточно, если вы после тренировки придете, закинете в шейкер, закинете в шейкер, там, 700 миллиметров, 700 миллилитров воды нальете, кинете туда же кучу эту таблетку, и выпейте ее спокойными глотками, едите на работу, этого будет вполне достаточно, и позавтракая полноценным завтраком, да, с хлопьями, там, с яйцом, с йогуртом, ну, чтобы это было, ну, нормальная, полноценная еда, будет вполне достаточно, но как только вы переходите в режим каждодневных тренировок, либо когда у вас шесть тренировок и один выходной, тем более, когда вы готовитесь к марафону, и когда у вас полумарафон, и когда количество беговых часов, километров, которые вы будете накручивать в течение дня увеличивается, вот тогда нужно уже пересматривать, вот тогда уже нужно говорить про то, что вы постепенно будете уходить в яму, то есть если вы будете оставаться на, ну, там, на изотонике, ну, простом таком продукте, базовом, да, необходимом базовом продукте, то ваш тренировочный процесс, он будет всегда вас немножечко, как бы, в долги загонять, то есть вы всегда будете немножко в кредите, в кредите, и рано или поздно эта кредитная масса, да, она увеличится, вот чтобы в долги не уходить, поэтому вот, ну, это, наверное, при четырех-пяти дневных вот таких вот тренировочных неделях, то тогда бы я уже, наверное, добавлял, добавлял, то есть либо когда у вас, если вы бежите, допустим, три раза в неделю, вы бегаете от полутора часов, тогда бы уже можно было говорить о добавках, которые бы компенсировали вот все то, что вы будете тратить за это время. Ответил на вопрос? Да, ответил. Да, супер, супер, то есть сейчас не надо ничего придумывать, усложнять свой план питания вполне достаточно, я говорю, простыми такими решениями вводно-солевой баланса, вполне достаточно для того, чтобы сейчас закрыть. Если, а есть мотивные цели какие-то, ну, там пробежать, полу-марафон, например. А вот, в сентябре будет полу-марафон. Ну вот, если побежите полу-марафон, вот тогда уже, наверное, нужно подключать. Вот, к примеру, значит, опять же, мои рекомендации, основанные на собственном опыте, если вы впервые попробуете использовать гели, либо, ну, там, изотоник во время гонки, ну, так скажем, во время забега, то, ну, может что-то пойти не так, ну, объективно, да, что-то может пойти не так. Поэтому рекомендуется за два месяца до того самого спортивного мероприятия включать уже напитки, либо энергетические гели в свой тренировочный цикл, чтобы приучить свой организм работать и использовать то, что вы ему даете. Ну, к примеру, да, спортивный организм, вообще организм такого среднего спортсмена, да, он с легкостью может усвоить в час 60 грамм углеводов. 60 грамм углеводов – это 3 геля примерно, да, то есть, ну, без особых проблем. Но зачастую этих 60 грамм не хватает, то есть, вот, к примеру, ультрадистанция, да, это уже, ну, прямо вот, ну, прямо вот это, это гораздо, нужно гораздо больше углеводов. Есть продукты, которые содержат их 90, но тут есть поправка, да, что, во-первых, не каждый, не каждый человек усвоит, то есть, не каждая пищеварительная система с этим справится, это первое, вот. И важное условие, чтобы эти 90 грамм были не из из моноуглевода, то есть, не из одного какого-то вида, да, все-таки они были из нескольких компонентов, опять же таки, это не так сильно нагрузит пищеварительную систему, и она будет усваиваться гораздо дольше эффект от использования вот такого продукта, высокоуглеводного, да, он будет гораздо мягче и гораздо дольше эффект от него. Вот такая, как бы, история. Поэтому, то есть, если будет пол-марафона в сентябре, то, ну, с вот этой бы целью я хотя бы, ну, может быть, там раз в неделю, он уже гель пробовал бы, вот, как минимум, чтобы дать организму почувствовать, что это такое вообще, вот, как я это приму, да, гель энергетический, энергетический, да. Есть и зитонические гели, но это немножко другая история, немножко другая история. Их основная задача – удобство, да, то есть, они не высокого калоража, да, правильное слово, там 8-7 килокалорий, да, против, там, обычных энергетических, где-то 100 и 100 плюс, скажем так, 100-100 плюс. Вот. Там моноуглевод, вот, невысокий калораж, но они, но зато они жидкие, они удобны вот с точки зрения приема, вопросов не имеют, вот, но они все-таки немножечко имеют особенности вот с точки зрения вот энергии, его количества, может, вот как-то так. Вы в своей лекции упомянули побочные эффекты. Я вот хотел уточнить, от постоянного частного использования, допустим, постоянной тренировки, гелей, изотоников, напитков. Возможно ли какие-либо проблемы? Хорошо. Хороший вопрос, на самом деле. Значит, у нас в спортферме работал молодой человек, я очень его люблю и хорошо к нему отношусь. Значит, пришел на работу, работаем, работаем, работаем. Потом в какой-то момент заметил, я говорю, что ты поправился-то, я не пойму. Я говорю, я же не поправился, еще и поправился, я же спортом занимаюсь. Я говорю, да нет, нормально набрал. Он говорит, ну я не знаю. А потом я увидел, как он берет гель, открывает его, съедает на обед, садится за стол и продолжает работать, кушать. Я говорю, ты что делаешь? Это же нельзя делать так. Почему нельзя? Я говорю, ну ты видишь, что происходит. То есть, ты берешь гель, энергетический продукт, содержащий сахар, который достаточно быстро, интенсивно поднимает уровень инсулина в крови. То есть, ты его съедаешь, получаешь ощущение того, что ты наелся, инсулин скакнул, значит, ты его не потратил, сахар у тебя усвоился совсем не так, куда нужно. То есть, ты набрал его как бы в пока, и при этом, как бы ты говоришь, что ты не поправился. Мы о чем с тобой разговариваем. То есть, вот это наглядный пример неразумного использования продукта. То есть, это первый побочный эффект. Второй, значит, что может быть? Когда мы не считаем инструкцию, я скажу вам честно, в моей жизни был вот такой простой пример. Значит, это было лет так семь назад. Да, лет так семь назад. Это был мой, наверное, второй Ironman. Значит, я сел на велосипед, все, мы поехали. 180 километров, шутка ли. Подчеркиваю, не жарко. Не жарко. Лето, но не жарко. Вот, значит, я думаю, так, нужно солевые таблетки пить раз в час, там же написано как бы раз в час. Но я же не считаю мелким шрифтом, что написано, учтите, что какая температура, учтите, сколько вы будете ехать. Значит, все это я не учел. Все это не учел. Я, как честный человек, значит, каждый час начинаю их как бы есть. На секундочку, то есть, дистанция была, ну, длилась для меня где-то 10, 10 с лишним часов. Я съел 10 таблеток, я вот честно вам скажу. Если сейчас я признаюсь на камеру, что я съел такое количество, ну, меня просто засмеют. Но это было правда. Что произошло? Значит, я в течение, наверное, двух дней к еде вообще не прикасался, потому что я боялся. У меня вообще организм ее не держал. То есть, избыток, избыток вот таких микроэлементов, как натрий, там, и прочих электролитов, которые входили в состав капсул, да, он привел к тому, что вода вообще не держится. То есть, у меня, ну, мне было, ну, реально плохо. Это было мощнейшее отравление в жизни, которое у меня было. Вопрос почему? Потому что, ну, читая инструкцию, учитывая, где ты находишься. То есть, если бы я был, условно говоря, в Африке, либо в Азии, там, да, где высокая влажность, где жаркий климат, и я использую, ну, и то, наверное, 10, это перебор, да, то тогда это бы имело смысл, да, тогда это было бы оправданно. Я был в Европе, да, сейчас еще свежо и прохладно, да, я вот, ну, ем просто по часам, надо, не надо, я это как бы ем. То есть, поэтому, отвечая на ваш вопрос, есть ли какие-то побочные эффекты? Вот я человек, который тренируется каждый день, у меня выходной только в понедельник. У меня, ну, и как вот в окружении, да, вот ребят, которых я знаю, кто тоже так тренируется, каждый день я что-то в рацион добавляю, никаким побочных эффектов нет. Опять же, когда вы четко понимаете, что я там съедаю гель для того, чтобы энергию от этого геля расходовать, вот потому что я бегу, ничего не произойдет. Но если вы будете этот же гель кушать как десерт, значит, на обед, да, но тогда это, тогда это будет побочный эффект однозначно, другого порядка, вот. Поэтому, поэтому я скажу, что нет. Поэтому я скажу, что нет, да, вот. Вначале рекомендуется, скажем так, перед каждой тренировкой употреблять энергетические гели, или все-таки, скажем так, несколько раз в неделю, когда ты готовишься к марафону, в моем случае 40 километров. То есть, вот как лучше начать? Несколько раз в неделю, или уже стоит перед каждой или во время каждой тренировки? Можно я вопрос задам встречный? Вы тренируетесь утром, либо вы, ну, после работы, так скажем, после учебы? Я тренируюсь после. После, да? То есть, не на дачах, правильно ли, я понимаю? Нет, не после. Ну, смотрите, я почему задаю этот вопрос, например, потому что есть разные задачи, да, тоже хотел бы об этом немножко сказать. Значит, если я, как правильно питаться бегуном, на самом деле я хотел начать немножко с другого, я хотел сказать про то, что все зависит от того, какая при нами стоит задача. Когда мы начинаем заниматься бегом, мы начинаем заниматься бегом, сознательном, особенно в возрасте, для того, чтобы иметь потянутую фигуру, да, там, хорошее настроение, там, и так далее. В том числе, занимаясь коррекцией веса, да, ну, так объективно. Вот. Когда человек спортсмен, у него другие абсолютно задачи, про то, как питаться, совсем другие. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. То есть, если вы тренируетесь не для того, чтобы, ну, скажем так, извините, похудеть, да, но точно не ваш случай, это, глядя на вас, да, вот, точно не ваш случай. То есть, бегать натощап, вот, нет никакого резона, вот, то использовать энергетический гель я бы, я бы советовал, если вы бегаете больше часа, больше часа. Вот, если у вас тренировка больше часа, вот, я бы стал кушать ее тогда, но не после тренировки, а прошло 30-40 минут, и скушал гель, чтобы он успел еще усвоиться, чтобы могли на нем побегать. Вот. Почему бы я не стал предлагать его принимать перед тренировкой? Значит, потому что, как вы сказали, вы, ну, приходите с работы с учебой, то есть, вы не голодны, вы можете бежать еще на том, что есть у вас, извините, ну, в принципе, у вас все нормально, вы готовы выйти на беговую дорожку, да, вот. Но если бы это стояла задача, имея анализ состава тела, да, и мы бы говорили про то, что наш, значит, содержание жира в организме у нас там 15%, а нормальное, чтобы это было, значит, 10%, а лучше меньше, да, вот тогда мы бы говорили о тренировке натощак, тогда бы тренировка, вернее, использование геля перед тренировкой, я еще сказал, нет, нет, но если бы, думаю, вы пришли с работы уставшие, голодные, вы понимаете, что вам сейчас точно не с руки кушать котлету там и с макаронами, да, вот, но вам нужна какая-то энергия, чтобы заставить себя выйти, вот тогда бы я сказал, кушайте, пожалуйста, гель и выходите смело там на дорожку, понимаете, да, вот такая вот как бы история. То есть, в вашем случае, через 30-40 минут после тренировки, ну, опять же, если там больше часа, если она там до часа, ну, вот тогда и нет никакого смыслов, вот, еще вопросы? Есть? Нет, нет, еще раз, супер, отлично, я, например, тренируюсь всегда утром, просто потому что, ну, мой день так построят, что удобнее делать это утром, ну, наверное, начинал я бегать в том числе, потому что хотел немножко похудеть, но сейчас, ну, такой, как бы, цели нет, ну, бегать, бегаю я натощак, потому что я встаю, одеваюсь и побежал. На тренировках, может быть, тоже длится час, а может, там, час-двадцать, например. Вот я так понял из ваших слов, что в этот промежуток лучше чем-нибудь себя все-таки подпитать или если… Сейчас скажу, у меня тоже была дилема в свое время, именно ровно такая же, то есть кушать перед тренировкой или вообще есть гей на тренировке, или не есть гей на тренировке. Вот из моей практики. Светая пятница, мы выполняем определенные скоростные работы на стадионе. Это означает, что мы приходим и делаем что-то очень такое прям серьезное, да, там, жесткое, терминное и так далее. Нужна ли мне энергия? Конечно. Поэтому я, когда встаю, это тоже утром, я тренируюсь рано утром, мы там в семь, там, в восемь утра, мы уже там на стадионе. И завтракаю ли я? Да, я завтракаю. А ем ли я ель? Я ем ель, несмотря на то, что тренировка длится, ну, там, чуть больше часа. Почему? Потому что мне для выполнения работы, моя задача сделать определенную работу, сделать ее определенный объем, на определенной интенсивности, то есть у меня прям конкретно тренировка в этом заключается, да? Поэтому я, мне для этого нужна энергия. Как я ее получу? Я позавтракал, легко позавтракал, да, чтобы у меня не было нагружено, то есть я легко позавтракал, выпил кофе, пока я добежал до стадиона, то есть прошло уже минут 30-40, я понимаю, что у нас минут через 10 начнется основная работа. Я съедаю ель, забиваю там, выбиваю там немножко изотоника и пошла работа. Все. Вот это вот моя тренировка, но она у меня имеет определенную задачу, именно скоростная, силовая, скоростная работа. Если я выхожу и такие дни, в общем-то, большинство, я выхожу на пробежку, то есть я просто должен отстоять, что называется, на ногах, там час, небольшим час. Я ровно так же, как было, я встал, выпил кофе, выпил воды, ничего не ем, ничего не надо, и все, и побежем. Вернулся, и тогда я уже начинаю там, выпиваю там шипучку, чтобы быстрее восстановить его на солевой баланс. Потом у меня организм как бы просыпается, говорит, все, давай покушаем, все, и мы начинаем завтракать с ним, все, вот такая вот история. Понимаете, да? То есть все зависит от того, какая у вас задача на конкретной тренировке. Если просто выйти постоять на ногах, вы делаете абсолютно правильно, если ваша задача работать нужно, ну там тренер сказал, надо пробежать сегодня в таком-то режиме или столько-то отрезков, и ты должен прям поработать, тогда вы просто обязаны дать организму вот то, что ему необходимо для этого, чтобы он вас не подвел. Вы еще что-то хотели, да, спросить? Да, я хотел спросить, сейчас теплое время года, скоро начнет холодать, скоро будет зима, и наверняка организма, но в зимний период времени нужно больше энергии для того, чтобы пробежать тот же самый участок. Да, и это все, ну как бы, это все нужно как-то просчитать, или это больше про свои ощущения? То есть если ты типа начинаешь быть вялом, тебе лучше в следующий раз взять гель, или это вот как это-то, к этому подходят? Смотрите, ну какой-то уже вопрос интересный, тренировки вообще в зимнее время отличаются на не одни, а от летних, наверное да, но вот вы правильно сказали, что они, вот здесь уже немножко индивидуальность, да, ну вот к примеру, то есть если допустим я знаю в летнее время, я прям пью, как многие пью, я очень завишу от воды, вот прям я понимаю в себе, вот у меня проблема, у меня магний, это моя проблема, да, я должен его как-то больше, больше кушать, то есть если там 400 миллиграмм, это норма, считается для спортсмена, я могу и 500, и 600, как бы и мне нормально, вот, и вода, то есть если я без воды, мне прям грустно-грустно, вот, зимой обратная ситуация, я не могу вообще не пить воду, то есть вообще не могу к ней подойти, вот опять же из-за особенностей личных моих, зимний период времени, как себя организм ведет, поэтому зимой я бы просто советовал именно обратить внимание на свое ощущение. Если вы чувствуете упадок сил, такое бывает, безусловно, отсутствие солнца, да, холод, необходимости, пока наденешься, тебе уже жарко, да, пока ты дошел, добежал, то есть, ну, ну, я как раз и понимаю, что тебе будет ренерваться там зимой, вот, поэтому обратите внимание на, послушайте свой организм, но базовые принципы, базовые принципы остаются неизменными, то есть на первом месте это уровень жидкости в организме, да, выносил его этот баланс, гидрация, вот, а на втором уже уровне, то есть, наверное, вот энергия и необходимость принимать гелия. А вот если немножко отвлечься вот от энергии, да, или вот солей, да, вот есть, все равно, как ты бегаешь, да, например, связки, они, например, я иногда чувствую, что после длительной пробежки они не то, что болят, они просто такими, они устали, да, вот это чувствуется. Вот для того, чтобы восстанавливать именно связочный аппарат, что бы вы порекомендовали, или из какой-то обычной вещи, или из каких-то спортивных добавок? Да, я понял. Смотрите, я поздно начал достаточно заниматься циклингами, было там 34 года, когда я впервые начал бегать, причем у меня был еще излишний вес, то есть при росте 73, я весил 87, то есть это прям избыток, да, я как бы бегал, поэтому я все травмы собрал, вот все и ахиллы, и связки и так далее, и так далее. То есть, ну вот, глядя на вас, то есть у вас нет избытка веса, да, вот такого, чтобы я мог вам сказать, вот, поэтому в вашем случае я бы рекомендовал, прежде всего, то есть растяжку, не поверите, то есть банальные вещи, то есть вот пришли когда с тренировки, посмотрите в интернете реально масса, масса специалистов, которые, ну масса роликов, да, которые показывают такие базовые, несложные, такие базовые принципы растяжки именно ЭК-атлета, вот что нужно потянуть, то есть у нас нагружается спина очень сильно, да, то есть нужно научиться ее с помощью упражнений, да, там расслабить, у нас из-за особенностей, так скажем, позы, которые мы принимаем во время бега, нагружается, там колени в том числе, то есть есть масса упражнений, как потянуть, расслабить, потому что, в общем-то, это, это базовый подход, да, если, несмотря на это, у вас продолжаются какие-то, ну там, болезненные ощущения, ну условно, да, там говорю, то я бы добавил, как вот для себя то же самое делаю, я прикладываю лед обязательно на те вещи, которые вызывают у меня дискомфорт, я не скажу боль, ну такой дискомфорт, да, там, к примеру, то есть лед это обязательное условие, то есть 15 минут несколько раз в день, держим возможности, кладем, кладем, кладем лед, снимаем вот такое, ну, какое-то воспаление. Если это не помогает, то тогда уже нужно было бы обратиться вообще, ну, как бы, к специалистам по опорно-двигательному аппарату и желательно спортивным специалистам, потому что, если вы придете в обычную поликлинику и скажете, что у вас там что-то вот колено, вы начали бегать, они скажут все, останавливайся, ложись, не двигайся, покой, вот, а когда вы придете к спортивному специалисту, он совсем другое расскажет, вообще другое, и скажут все, сидишь, беги давай, все, ему нечего это самопроглаждаться, понимаете, да, то есть, растяжка это вот прям масса, то есть, потому что нам уже не 15 лет, вот, честно вам скажу, что вот если уже там 30 есть, да, там, около, вот, так сказать, надо, не обязательно садиться на шпагат, я сразу буду сказать, если у вас нет необходимости, но это базовая история. Хорошо, спасибо. Все, да, на сегодня все. Ребят, спасибо вам большое, на самом деле мне очень приятно, что вы задавали вопросы, вот, тема, безусловно, то есть, я прошелся по вершкам, да, и возможно, она не была такой содержательной, как мне бы хотелось, но я прекрасно понимаю, что рассказывать глубоко, ну, прям, это много времени, я ценю его у вас, вы его потратили на то, чтобы приехать сюда, я надеюсь, что оно прошло с пользой и осознанно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.